говорим реакции мнения конспиролога и теперь самое главное слушайте внимательно вы раньше на этой земле при ссср жили евреи леонард леонард а хватит врать леонард да 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 это не надо но это прям классика давайте еще раз насладимся жили евреи про пропавших людей из домов которые значит заброшены зрители пишут о мистике и странных событиях при их подходе проверить информацию пропавших людях там какую-то вот тетю которая снимала это все к чуть камаз не сбил бывает и тогда опасное дело особенно если там все заставлено но вот сама вот это видео по сути которая так немного набрал на его канале по сути 14 февраля 2022 но потому что он только сегодня выложила этому она больше наберет но суть в чем в этом видео карас раскрывается все то есть ему готовенько уже прислали женщина все поснимала ну понятно он живет в другом городе тоже в барнауле вроде как что-то там очень много блогеров за барнаула гражданин из барнаула профессор вроде из барнаула ну который институт b и так далее очень много что-то в барнауле 2 движняка кого-то но в самом этом видео по сути все сказано уже о том что действительно реновация расселяют дома пустые там все заставлено и адрес табличка есть то есть если вы это видео хотите посмотрите отдельно потому что я не знаю после такого может не страйки кинуть хотя по сути он то тоже чужим и видео пользуется поэтому это будет нелогично с его стороны но тем не менее я же не знаю кто он такой тем более покажу что с ним не все так гладко тоже хотя видео у него принципе бывают интересные особенно про хим трейла вот то что там переписка переписка а потом вот самое главное когда женщина начинает показывать и рассказывать где что то есть по сути после этого видео не должен был дальше рассказывать про вот это вот вообще всю ситуацию но он продолжил давайте сделаем посмотрим ходится этот человек на улице константина федина дом 13 вот значит адреса откуда переселили щелковское шоссе 58 а отсюда вот из этих домов которые вдоль трассы вот шоссе и тут я понимаю будут строить какие-то большие дома снесут пятиэтажки построить большие дома давайте полюбуемся но района я не сказал бы что около такой трассы высотной скоростной будет хорошо жить даже если современные дома ну трасса это и вот там вот дома но к сожалению в углом то не пройтись но вот эти дома это раз а вот куда переселили людей константина федина 13 там огромные человеньки построили и переселили туда людей вот такие вот домище построили и там понятно что не с одной пятиэтажки туда людей переселят а с множество но типа дома современные но понятно что фигня сами дома я думаю по качеству не не очень хотя выглядят ничего но это так просто откуда и куда чтоб так не были голословным и дядя 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 а мистики ну вот это самое главное его видео по сути по этого этой тематике так но это здесь вот на подходах а нас фото ладали прошла вот тот самый дом 70 корпус 1 завернулась переулок и увидела две машины вот мосводоканал что-то там откачивали вот видим движуха какая-то там ну или что непонятно но мы же просто как фантастику рассматриваем так встретилась школа номер 22 00 она рабочая прошла через двор школы вот видим табличка еще около 58 58 а так затем пошли 4 корпуса дома 50 вот некоторые начали быстро ломать пять дней назад так вот это судя по всему та самая высотка на константина федина вот она так это школа а вот они видите уже разбираются дома без окон без дверей ну вот к тому что дома такая действительно реновируется разбираются тут будет огромные новые дома построены хотя район не очень но тем не менее земля тут на ра очень дорогая вот так то есть никакой мистики а у то что людей выгоняют силы это другое дело эти самые баннеры вот они но и новые баннеры потому что только начали реках день деструкцию в общем этих зданий поэтому соответственно до оградить логично новихонькие свеженькие реновация все дела новая жизнь в новом доме ребята так далее обратите внимание президент на заборе совершенно новый я даже сфоткала вблизи ночевым будет старым если только сделан фонд реновации а что надо доказать вот как раз это так вот на этой дороге нас чуть и не сбил камаз когда я и бабушка вернулись в школе но это видимо вот это что ли дорога ну да не суть а вот здесь я шла вдоль щелковская улица 9 парковой до 11 парковой от 9 кстати 9 11 от 9 парковой до 11 парковая тоже совпадение совпадение я думаю на 100 парковой 9 11 но там остановку показали с которой азбула показывал так но это практически одни и те же изображения будочка видим вот какая-то снова храм должен свет и 100 материал завезут понятна что приклеивала моментация и помимо того домашним рушить будут но может и как-то по частям будет рушить они прям так чтобы бух какой-то c и ушло все землю тут на работа отдельно как-то по частям вот это самый страшный дом для жильцов которых насильно затащили в него раньше народ рядом жил у метро теперь 10 минут пешком так ну вот он вот этот человек опять-таки на федина 13 а вот тут уже друзья интереснее а вот та самая 9 парковая на которой куча магазинов и на которой раньше было очень много вышек а теперь их почти нет на втб банке было почти 10 огромных вышек это говорит о том что нет в тех домах жильцов и не нужны теперь эти вышки по полной обработали чтобы сидели тихо и молчали думаю что следующий район будет сиреневый сад параллельно по 9 парковой и 11 опять же 9-11 но насчет вышек ну да вышки везде тыкают сейчас особенно я думаю в москве запорожье напоминаю живу украине запорожье у нас тоже вышки наращивают то есть если был один ярус вышек теперь уже 23 то есть вышки становится выше и много ярусов то есть я понимаю для сетей разного поколения и 11 парковой раньше на этой земле при ссср жили евреи это не надо да зачем это надо зачем это да да ну и то есть друзья вот они все-таки 100000 100000 уже 130 даже так что да уже рисковать нельзя фотографии но вот здесь вот вроде видим до вышки вроде присутствуют это маленький это не 5g когда я шла к этим домам то увидела вот такое кровавое небо над районом это знак но друзья тут знак это не знак решает каждый сам для себя да и к тому же это ведь фантазии автора здравствуйте у меня для вас есть супер информация по поводу приватизации выяснилось что этот человек 31 этаж недоступна приватизации я то есть у людей отжали квартире собственника со всеми документами а выдали типа государственной теперь они не смогут даже продать квартиру вот это пипец то есть ты если детям не можешь передать это вообще-то как в жил приватизированной квартире у тебя и отобрали переселили в человек и все офигеть дома по улице константина федина 13 можно только жить а собственник этого человека засекречен в любое время в любое время они могут выгнать этих жильцов и по поводу комфорта с 20 этажа не открываются окна а только в квартирах находится кондиционер свет отключат и все люди но такие предположения и фантазии следующую субботу я схожу к этому типа государственному дому и поспрашиваю жильцов как они сюда попали и куда еще в какой в какие районы расселяли жильцов я тоже волнуюсь потому что мой дом попал на расселение в двадцать четвертом году видимо у человека осознание волосы четвертом году то же самое может случиться и с ним ну вот такая информация теперь понятно почему женщина так заинтересована и уходит выясняет потому что можно ли как-то предотвратить чтоб тебе хотя бы право на твою на твою жилье выдали вообще откуда это все пошло пошло с этого канала от винта на котором всего 12000 подписчиков пока что но принципе особо но две тысячи две тысячи просмотров они специализируются я на него не подписано просто нашел по названию именно откуда он же показал где оригинал по заброшкам вот заброшки 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 ну сталкинг так называемый заброшек у нас много вот и заброшенный микрориона москве набрал 143 тысячи смотрите значит заброшенный секретный военный завод тоже 56 остальное вот по мелочам тоже всякие заброшки заброшенный город его снесут тоже 14000 всего лишь понимаете а вид такой же самый будет вот давайте сравним видео заброшенного города и видео с заброшенный микрорайон москва там уже открывал то есть вот канал от винта от оригинал понимаете разницу и насчет заброшенных занят запорожье тоже много заброшенных зданий и недостроев но у нас реновации нету поэтому они просто заброшенные там наркоманы только собираются и пожары постоянно если там есть чему гореть вот давайте просто на перемотке может не затягивать просто посмотреть интерьеры внутренние что там осталось ну понятно там на работе хотя если людей нет то квартиры могут и целые быть чернобыль и что же до того как туда начали пускать так более-менее не гонять хотя бы тоже были квартиры такие более-менее вот тоже мебель окна вещи какие-то остались просто что в москве конечно намного лазить будет больше не сравнить же город где-то какой-нибудь моногород где шахты осталось там или чего-нибудь или военный городок и понятно если далеко ехать тут и много вещей с собой не унесешь даже альбом оставили каша печально 6 альбом оставляю значит семья распалась уже ли в живых нет ну как-то даже память не оставлять у стран артефакт мяч блестящий мяч исполняющие желание ну кто stalker знает оригинал вернее пикник на обочине вот такие стандартные здания на которые по всему союзу были вот вещи но это такое ладно понятно книги сейчас тоже не актуально ряд ой люди любят читать на будут забирать конечно книги заброшенный город его снесу чтобы построить услуги я просто это видео не видела впервые то есть вот понятно а ну так не так далеко получается люди могут тут лазить даже книги получается никому не нужно хотя приемки работают вроде у нас принимает в украине 6 гривен за килограмм но это умножить на 2 это 12 рублей но 15 рублей на ну понятно тоже старые фотоплёнки всякие вот такое короче вот вот так выглядит получается заброшки ну и это не сильно отличается от того что продемонстрировано видео про заброшенный микрорайон москва только тут вещей больше пианино тоже если он разложенная поломана смысл транспортировать массе старые системы понятно внутренности вы 0 тоже ничего такого что люди в спешке покинули дома ну машинка возможно не работающих ну тут уже понятно полазили если это в центре вы не в центре маска мы все равно москве то сколько людей вокруг большое кресло тоже проблемно вытаскивать крупную габаритную мебель тоже проблемного таскать там где-то будет белый диван и в комментариях удивляются ой а то то еще странно у нас бы вынесли уже в тот же день что жильцы съехали нас бы батареи уже сдали в металл поэтому еще богато живут я скажу богато живут в россии боскве то есть баб же там металлисты у нас рассказывают случай вообще два бухих бывших зэка ходят я их видел лично то есть до того не видит не не верил может как-то так недоверчиво а мне показали конкретно два жлоба огромных таких два метра 130 килограмм весом ходят именно сломом ходят то есть не просто попал на же под домами очень много ну территория дома раньше делали в москве не знаю как может там вообще не разрешали делали погреба железной крышкой так вот эти жлобы ходят и снимают железную крышку ну совсем вместе прямо с землей этого не обычно на шпал их еще сделаны металл тогда был дешевый когда делали в девяностые и там шпалы есть цельная металлическая крышка тяжелая и так далее на килограмм не знаю сколько корм 50 на ровесе не знаю сколько может даже больше и они лом поддевают и забирают эту крышку выходит остается яма если сейчас по району походить то куча ям то есть погребом нету остались одни ям которые упасть можем о чем прикол ну понятно не на металл это сдают делают обычно это по вечерам но они настолько хамевшие что менты ничего не сделать не могут объясняю почему потому что право собственности нету хозяина кто-то делал этот погреб но те нету права собственности на этот погреб это как бы ты как будто положила металлическую крышку просто на пол и сказал вот лежит то есть ты не можешь предъявить права на этот погреб и вот эти зэки этим пользуются и такие будет все больше и больше офигевших другое дело что их могут так просто или подстрелить или подрезать или просто по голове им дать но они то тоже я думаю понимают куда можно куда нельзя пенсионер какой-то выйдет шоу шоу нам сделать милицию они хуже вызывали то есть у моего друга под окнами уже обнесли так несколько погребов все но это просто как к делу не относится но про бизнес такой что вот насколько у нас офигевшие есть люди можно ли назвать людьми не знаю но здоровый пипец то есть там не каждый по башке даст ментов на них уже вызывали еще раз напоминаю то есть менты просто приходят а ряд гражданин громадянным чего роботы а вот ничего не делал тут металл нашел все ему ничего не придяешь он его положил и стоит все менты постояли уехали они еще взять ему потому что нету права собственности на эти погреба они не закреплены никак в кадастре или где-то другое дело может есть выход но он скорее всего не рабочий сделать инвентарный номер знаете как на чуть ли как везде на компьютерных столах то мониторах то везде инвентарный номер такой то вот если как-то можно было бы это инвентарный номер присобачить к погребу у нас для то что по закону это не получается как-то может хитро это можно сделать специально это заняться и деньги потратить то только тогда их можно будет привлечь это там сумма будет до скорее всего того предела за который можно какие-то делать подавать суд и так далее то есть будет просто мелкое хулиганство или мелкая кража как формируется вот так вот а тут он батарея лежат свободно их уже срезали но не вынесли и все самые стрёмые бродить по заброшками так как масляника выщет привидение не находит и постановки делается своим значит занозы в ноге а самое страшное так раз так функция наркомана на самое страшное это сатанисты опять же и вот просто таких зеков которые выносят мебель но не данном случае не мебель а металл но от ковшик оставили это интересно зачем это уже такое ну хотя я тоже по заброшкам лазил обычно где-то что-то валяется то кастрюля то еще что то то есть бомжи приносит что-нибудь и оставляют на месте или прям там и живут просто ну не видно что они там живут а ну нас поэтому там кастрюльки все такое возможно тут кто-то даже сейчас живет то есть это кастрюлька возможно принесенная я к этому виду что ничего не было потом уже потому что ну пустых здания всегда появляется вам же особенно зимой как бы логично летом они где-то на природе отдыхают где комаров нету зимой они в здании всякие заброшенные залазит а тут не самое плохое окна есть металл если чем поживиться есть чем как раз тем более сносить все равно будут то есть это уже по сути ничейны жильцы свое вывезли печки явно старые очень старые ну давно таких не видел то есть такие уже давно заменяют обычно уж они просто не рабочие но такое дело то есть кошек могли принести тех кто как раз батарею не вынес ну тоже мебель то есть равно новую надо делать под новую кухню кто будет старую печку увозить ну и холодильнику холодильник тоже габаритный перевозка может дороже стоит чем сам холодильник если он старый такой себе и плохо тянет уж цена холодильника посреди с тем ремонтом которые придется делать а по любому власти помимо того что переселили еще сколько-то дали денег на ремонт то паре порядка что купят более но более экономичный холодильник но тут все пусто все обнесли все вывезли это напоминаю на канале от винта что по ним это же страйк не кидали мало ли я страйки сейчас не нужны ну вот мусор все такое меня тоже частный дом обносили цыгане которые рядом жили примерно тоже устраивали причем циаде металл выносили а наркоманы просто не знаю вообще все перерыли что-то искали непонятно что но ничего там не было но тем не менее наркоманы даже металлом кстати не зарятся на металл им надо быстро не будет же они в автобусе вести батареи например хотя может и могут вот то такое еду оставили еду оставили и тут меня бомбит с того момента что они не посмотрели даты на продуктах то есть они могли бы по датам на продуктах примерно определить когда это все заброшено было но старый телевизор ламповый кому он нужен или монитор у скорее телевизор у дивану кому он с хлопами там куда старые развалины люстра дал так бросили такую люстру как-то как так можно такую люстру бросить вы что такое богатство такая красота для начала такие подъезда очень неудобные там развернуться практически нереально вот если вы таких домах были и что-то пытались туда занести то ну еще раз стандартные пятиэтажки тут какой нафиг холодильник сколько вы замужитесь его нести сюда эль диван белый белый диван но там где-то будет целом все понятно там белый диван как они могли как они могли бросить белый диван это же прям траха дрома не диван диван аэродром его разбирать придется вот тут вот тоже кто будет выносить диван можно конечно думаю диван в икее сейчас новый будет получше чем тот который покупали до икея например их книги бросили все прям за за книги переживают книги он прям на мусорке валяются хорошие книги бывают прохожу вижу но они уже там дождь подмочил снег подмочил просто выносят люди книги поэтому кто там рассказываешь за книги и потом сдают их по 6 гривен вот кабинку не забрали представляете кабинку тащить на хоть и не сильно тяжело все равно разбирать откручивать люди новый ремонт будет все по новой сделают я не вижу пока чё тут чё тут такое брошено что рассказываешь люди в спешке пока ты что машину автомобиль бросили гоночной блюдо бросили ужас соломки перечницы крышки понятно часть тут уже разрабили батарея еще на месте вот это удивительно батарея на месте как еще это первый этаж на какой-то раз решетки есть новую батареи батареи на месте как это дозначит москве жить офигенно это как еще по-другому можно сказать если батареи еще на месте который много весят который чугунный старый хорошие батареи не то что современный алюминий который лопается от давления так далее батарея на месте у какой-то факс или что монитор возможно ну скорее все нерабочий забирали с собой нерабочий монитор на новую квартиру диван диван бросили как такой диван можно было оставить вот тут скорее всего кто-то жил даже потому что заколотили же не просто так то есть бомжи тут живут они по ночам приходят и спят там ну и заодно батареи вынесут тоже не просто так сложили может выносить будут такие телевизоры кто уже не покупает даже был даже работающий нормальный но уже просто их не купят из-за габарит из-за того что цигнал цифр цифровой ну пока можно конечно купить эту коробочку у меня так она работает на кухне старый телевизор с такой коробочкой цифровое понятно ну и где-то там они в другой дом придут диван найдут тешь этот диван мулян руж бросили fallout если помните нам кошачью лапку находили журнал мулян руж диски диски бросили вы что так как можно бросать диски ибо 5 батареи есть мы вообще хран тут нету поэтому странно что батареи до сих пор существует вот лучше удивительно просто удивительно это это сказка ну я говорю запорожье бы сразу же на первый день вынесли при жильцах вы начали уже прям пилить если у нас просто под подъездами вот так металл воруют телевизор оставили вы что плазма 100 дюйба вот кто-то квартиры закрыли значит в ламы и вломились все-таки лазят были неужели пролистал этот великолепный кожаный диван который пол квартиры занимает и которую не вынесли как так не вынесли такой огромный кожаный диван на просто поражает такие комментарии реально диван полку пол комнаты занимают если не пол квартиры как его выносить через эти двери его разбирать надо полностью пластинки вы что вы что грамм пластинки рома фонные пластинки о ее это утварь очень дорогая в спешке покинули вот уже готовили выносить по всему плита еще ничего и холодильник ну вот это нормально да то странно а либо и забрать удачи решили к покруче купить и же люди которые только даем ремонт сделать на все готовы ради ремонта то есть возможно решили новый купить вот это единственно пока что увидел что могли забрать что действительно могли забрать у катанки старые не забрали тушит бутулизм может быть вот тут тоже ничего такого дорогого короче знаю не в этом видео кожаный диван каком-то еще ну давайте другая информация которая вот он крайне видео не не крайне а там еще выпустил то что первое показал это пока его крайне но думал и дальше будет снимать эпопею винтовкина софия орбоноевна и значит он ведет расследование кто это такая ему опять же не он ведет по сути а человек скинул что пытался найти что это видео посмотреть мне без разницы кто это такая потому что сейчас покажу главное смотрите главное orange orange клиник для тех кто меня смотрит первый раз или ну вообще не за не в курсе orange это калькулятор и номерология 33 а 33 это ложь orange 33 сумма 6 orange это всегда масоны там ну или кто где делать постановки цеховые постановки всегда если orange есть там курточка или кто-то пакет какой-нибудь еще чего-нибудь вот если он orange то это ложь это значит постановка и давайте orange клиник orange клиник я а у клиник она orange а 33 сверху не увидел вот до 30 тоже orange клиник 30 сумма 3 то есть по сути тоже 33 потому что вот это само действие сложение для них тоже важно для тех кто организовывает постановки понимаете уже в названии ну вот самом вот этом а не сказал к чему если вы не видели видео нашли сейчас покажу лучше нашли вот такое удостоверение в доме заброшенном ее карточка вроде как бейджик вот такой хотя кто его как его делал что угодно может быть в общем нашли и пытались найти женщину значит которая пропала которая из этих домов ну и давайте теперь в есть такой транслит нет вот как будет по транслиту винтовки на софия арбана его на но вот так она будет выглядеть и и в калькулятор нумерологии если бить то значит виктория софия о 30 по согласным 30 сумма 3 потом виктория софия арбана 60 сумма 6 тоже важная для них цифра для тех кто это делать постановки зачем почему непонятно но тут какой-то прикол потому что orange клиник это уже сразу говорит о том что ну понятно название такие есть скорее всего есть такая клиника тут другое что совмещение получается и имени фамилии отчества и orange клиник то есть ну как бы сверх совпадение такое прям два в одном значит софия арбана 33 сумма 6 вот это скорее всего важно более 33 они любят которые сразу orange 33 ну и orange клиник 30 сумма 3 то есть вот пожалуй надо было с этого начинать но ладно что самое важное в этом видео это как раз вот что это все постановка понимаете или нет то есть вообще не знаю кто подкинул этот бэджик ну как-то непонятно то есть или это реновация да тут возникает вопрос или это постановка две люди сильно пропали а тут получается и то и другое вот тоже раз уже показал о нет папа волки что мы будем делать вот что мы будем делать я побегу со скоростью 60 километров в час вот ту сторону и у меня будет еще много поэтому тоже проблема что толстые люди в походе где есть медведи это как бы консерва для медведей достаточно обижать быстрее толстого друга а так как я толстый друг то стремно поэтому я сейчас по ходу не хожу ну и вопросы к самому альберту или книг какого а леонарду это он сам себя так назвал или для для леонард он реально его зовут леонард если его лярна леонарде реально зовут то скорее всего при порядочном про евреев говорил что нет не надо про еврею потому что леонард это 33 сумма 6 и его email вин но тут винсент 87 собачка бы кару в бакару помощи с мало кто пользуется то есть это старый мл достаточно хотя может может и пользуются не знаю это тоже дает 9 1 1 19 сумма 10 и без нолика один но опять же тоже нумерологичненько получается у альберта как-то и ну имя лады но но имя тоже как бы он же себя называет это как не код даже используют потому что вариант так зовут но он как-то тут только леонард ему обращаются и все ну и email тоже когда подобраны подобраны как у сейд бурхан также сама подобрана у многих блогеров и до этого пусть у меня все есть в сообществе а ну это то же самое она вот коробочку бросили вот пара в этом видео этот диван будет это же батарея батарея кальян вот это уже уже интересно да он подобрал получается более такую вырезку или я просто там проматывал но ну что кальян бросили да интересно может а там разбито что-то фиг его знает чего бросили да это видео с отряблочек дело странное скорее все все-таки реновация реальная а ну и где-то видео где ему пишут люди мистика мистика а ну вот за что его канал ценю принципе они тогда на него подписан но вот за такое что он про химтрейлы вы не поверите на аэродроме у стоящего самолета внезапно образовалась образовался инверсионный след как те кто рассказывает что значит инверсионный след возможен только при полете что это такое что он сбрасывает что-то с него льется такое ну и потом там а сельское хозяйство в российской федерации авиационно-химические работы в сельском хозяйстве в общем-то друзья мои это оборудование кто там говорил что да это оборудование можно поставить практически на любой самолет выводы делать вам да я с ним согласен выводы делать вам конечно вы не верите химтрейлы а то может он что-то новое пока тут записываю появилась зрители пинут это крайнее видео которое самое важное по сути и есть расследование всем миром это то что про тетку московский вот кстати тут он что ему не дали золотую серебряную кнопку за 100 тысяч и рассказывает о комментариях что ему пишут приятник зачищает или налетает арава ботов и начинает их оскорблять орать что вы врете вещи никто не оставляет там ценнейшие старые холодильники книги но кто сейчас читает книги и прочее прочее вангую сейчас сюда прилетит мемотинг кстати кто это такой и начнет свою пластинку что я вру проходили уже там в комментариях и кто из этих жильцов после такого будет писать на этой помойке да никто но ему отвечает друг ты все правильно говоришь я под тем видео оставил свой коммент что это реновация так меня на меня сразу накинулись что я бот ну то есть вы понимаете какое направление я удаляю комментарии тех настоящих жильцов что да это вот мы переселились у нас все хорошо живем не тужим пирожки кушаем вот но вообще странно что нет для сильно комментарии от жильцов как бы дома то большие достаточно а у района и они писали под его видео информацию так вот их комментарии не проходили не проходили или удалялись и не youtube а потому что youtube делает так что их изначально не видно и не удалять через несколько минут то есть друзья они что хотят сказать что youtube мне помогает зачищать комментарии от настоящих жителей вы представляете youtube со мною за одно а вот здесь друзья немножко отвлекусь но вот даша мы не дали кнопку жалуются ну хотя бы коми-то читает это радует иона вплотить блогерам это мелочь на жвачку но здесь опять таки могу так чисто для теоретических размышлений от себя немножко ну да вот мне человек на мои видео про кремль бота написал то не может быть кремль не спонсируют да конечно кремль не спонсируют да 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 мне доказывает возможно так или вот ей доказывают что кремль не спонсирует все страны спонсируют своих ботов абсолютно у каждой страны из своей боты и как раз вся весь хайп четырнадцатого года был поднят как раз богу кремль ботами если вы не в курсе они то что народ поднялся это очень разогревалось двенадцатого года как двенадцатом году опять же напоминаю в крыму часто бывал так у меня там была недвижимость которой уже нет и двенадцатом году уже там начали вводить войска так сказать российские то есть спецслужбы про все знали украинские российские тем более в российские понятно но украинские точно должны были знать что туда уже очень хорошо подтягивают силу и началась этого эпопея в интернете про русский мир про путин спаси и так далее так что все это сделано ботами и тут мне пишут постоянно что до бота не существуют конечно из и даже адреса у них физического лет да 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 и доработали предлагают а можно эти вакансии заработок в интернете полный рабочий день соц обеспечения рассказать что да друзья кого там купили кого не купили это решает каждый сам для себя я же хочу сказать то что я допустим не прошу от вас никогда никаких донатов никакой помощи я чаще прошу за других нежели сам обращались за помощью тем более финансовой но были времена я их прекрасно помню когда вы отлично меня поддерживали поэт и при этом просто стоит смотреть кто вам чаще дает информацию а кто чаще все-таки просит у вас денег я у вас денег никогда не прошу я только прошу допустим когда кому-то нужна помощь до в описании каждого ролика есть номер карт куда у меня в описании канала есть да да там я за всю жизнь 6 донатов кидали так что да это бесполезно надо только не знаю какие-то хоповые темы делать да боже может когда так что-то скинуть до люди которые имеют это мне потом писали те которые по 120 рублей не кинули какие-то что-то должен я вроде как оказание услуг никаких не написал возможность ну закидывать немного денег а почему бы и нет если человек от чистого сердца дает я думаю друзья грех отказываться ну значит 9 для чистого сердца мне не дают я чистого сердца только выражает было ник 31 этаж в котором они не смогут сделать приватизацию только жить думайте они не могут сделать приватизацию только жить не купить не продать новую квартиру они уже не смогут собственник дома на улице константина федина 13 засекречен им дали всего неделю переехать в этот страшный дом и ключи надо было сдать жильцы этих домов судились и требовали переселить другие дома и районы но туда приезжали толпы полиции выгоняли жильцов с квартир отжали землю в 14 домов народ был собственник своих квартир я общалась с жильцами этих домов но здесь друзья как всегда я не могу сказать что это конечно же реальный человек пишет но тем не менее мы же смотрим так все на все со стороны на эти комментарии все тот же сереже московский не совсем так дает 15 рабочих дней для подписания договора сми договора мены по факту многие переезжают по несколько месяцев и живут на две квартиры и старых их никто не гонит если они не остались последними в доме и не задерживают снос то с ней их никто ничего не выгонять но если они не остались последними и не задерживают снос который естественно вы же понимаете запланирован на определенный срок на определенные да конечно ну далее опять по тексту нихрена он не собирает он хайп ловит иначе бы не удалял комментарии от реально ну короче все таки тут меня смущает вот это вот дело с явно подставной теткой то есть такая тетка возможно существует но тут как-то совместили хотя в этом же видео где про тетку он говорит что не могут найти ее пенсионные данные там какие-то еще данные из надо лучше искать может тетка с такой имени и фамилии не существует а может существует но подобрали так но тут сильно какое-то странное совпадение с этой карточка то есть такое ощущение что или цеховики просто поприкалывались над этой темой или ну не знаю тут тут уже я даже не знаю вариант какой то есть получается два варианта и вроде как людей переселили действительно то есть дом то существует ну понятно не пишут ладно люди могут просто не курсе это этого хайпа вокруг дома не выглядят покинутыми в спешке но кроме того делать показали холодильник и что-то еще там к ну каким может там поломанные вещи я не знаю может там присматриваться конечно но белый диван это ладно это вообще супер как как такой диване забрать вы же не знаете еще на диване этом было может там уж с любовником изменялась жена после этого диван не хочет забирать но ладно и ска с карточкой то есть которая явно нумерологическая то есть вроде как нормальный факт к чему я склоняюсь действительно к реновации и второе зачем эту карточку подкинули то есть или эта карточка вот именно как раз для хайпа и подкинуто было и фигу за 9 действительно нашли могли же сами распечатать сами кинуть то есть тут вопрос вопрос если он будет это дальше тему хайпить вместо этой теткой будет странно эти с кем этот деятель ну по-моему письмо от ютуба насчет серебряной кнопки достаточно ярко ответила с кем я и с кем они зато вы подумайте о тех кто вам рассказывает что-то а у них за спиной штук по 5 аж уже серебряных кнопок и там уже и золотые и всякие разные так что думайте друзья но я тебя про него так же самому сказать у него 132 тысячи а за 6 за 6 лет набрал 13 это у меня просмотров по 300 ну я где-то шерша долбани и мой канал из него не выйдет это по-любому то есть надо новый канал новый тоже там такси то есть переходить на новый канал кто не подписан на меня переходите в описании канала есть в шапке канал аж есть второй канал приходите на него потому что надо на нем набрать аудитории потом уже на него переходить то что этот канал все его просмотра никогда не будет с кем этот деятель так далее то это я сделала запрос на канал лов планеты ясновидящим не написала что людей вывели на автобусах да 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 ладно ясновидящие ну и к тому же комментарию короче у него забомбил от этого комментария серьезно вот такое в общем я считаю что достаточно показал и главное в этом плане это что тоже у нее как-то все так номера логичный к номера логичника а с этой темой это какая-то постановка которая уже возможно сами блогерами сделан то есть для хайпа потому что мы слишком подобрана но не может такого совпадения прям быть совпадение совпадение не может такого быть совпадение это просто прикол для своих так сказать и при этом а чем не смущает что он сам блогер хватит врать не отреагировал на слово orange он же вроде как у него на канале есть символы там символы он там и так далее то есть он как бы типа разбирается в символах но если он типа разбирается символах и вроде как конспирологии то как он не может знать оранж ну тут культу оккультный ритуал сатанинский ритуал там сатурна то есть он как бы должен понимать что если слово orange есть то это 33 это постановки но видел конечно очень часто выпускает как я когда-то когда я просто реакции тупо делал на клипы а он щеки-то расследование делать хотя не видео коротенькие принципе можно на 100000 но есть же не расследование по по знакам ну или он прикидывается что не понимает или действительно не понимает вот это странно потому что ну такое должен каждый конспиролог понимать что это как бы свой масонский прикол для своих ну когда по тиви показывают чтобы они сразу понимали где постановка а где нет потому что они сами что же не сильно умные люди и не знаю где постановка а где нет где нервничать а где гавах отдавать и где не отдавать от 10 orange иначе можно не переживать если как для своих ме . а с чего же он поднялся два года назад у него было по 200 ну как у меня просмотров короче сейчас хочу понять просто раз я уже считаю что у него канал номера логичный но он же наверно давно это сделал то есть тогда у него это не срабатывало на каком видео сработал мне это закрыли видео обоих каналов shadow бан отправили когда про зимнюю вишню было удалили его заблокировали страйк кинули барнал тоже вот контроль запрещает масочный геноцид так это год назад то есть у него канал стартанул получается с барана фикуса а до этого у него просмотров не было 7025 с народного схода флешмоб но непонятно новая папка документа масочный то есть почему у меня видео о чем у меня тогда 1 понятно если в shadow бане то не стреляет про то что ну явное доказательство ссылка будет в описании что 2017 году уже было такое название которое появилось только двадцатом году ну в начале в конце 19 начале двадцатого но вы поняли про что прокур на 19 которая заканчивается а семнадцатом году уже были покупки там находили документы пятнадцатого года веб-архиве а на сайте где закупки осуществлялись уже поменяли название на просто медицинские компоненты хотя там было конкретное название того чего появится позже но вы поняли про что и у меня это видео не как там 300 просмотров набрал а тут ну тут на 1 слова народом добавлять или не понимаю как защищу он раскрутился так сильно обзор барнаула ну то есть про свой город хорошо обзор запорожья сделаю у меня никто смотреть не будет это точно потому что даже бесты не хотят смотреть про запорожье не то что каких-то чужие не место вот страйк кинули блокировка ватсап то есть непонятно чего у него такой рост начался пойди у меня такой же был бы рост если меня не заблокировали после того видео shadow банки кинули пойдем не тогда рост начинался да но я все по сути просрал ну как не сделал то что хотел и оплатился по сути я не но я просто это факт youtube ну а теперь youtube все внесены уже все медицинские значит и остальное скоро на рапуску землю внесут даже список запрещенного вот про платошкина мало набрала никому не интересен что это в ужасе ну то есть надо слова шок ужас добавлять ну то есть по сути у него не оси не сильно конспирологически это видео но про оручин то он должен знать хотя бы как-то как-то хотя бы ролики о массовом захоронен короче хайповые темы я понял 10 месяцев а кто ты паша с канала аудио статьи но тоже такой типок до аудио статьи непонятно он туда-сюда туда-сюда то против власти то но он считает что власть существует что значит она на национальное управление нет потому что он все время про политику задвигает хотя вроде как у него раньше было что действительно есть какое-то управление над национальное но вот эффект гала 3-4 тысячи просмотров нормально и посмотреть на эти лица работа народного контроля короче у него связано что-то с социальными изъятия жилья при эвакуации это за на крс ну понятно вообще о чем ну то есть хайповая тема но у него так неплохо набирают народный контроль народный ну карел я понял народный контроль на добавлять но не просто добавляй каша участвовать шон я понял что где-то он участвовал все-таки женях но опять же про арте концов что их там вывозили непонятно куда тоже хайп был все хайп или ну вот он в курсе про постановки свежие постановочные кадры эвакуированных вот то есть он в курсе про цеховые постановки шо мне наваливать что он не увидел слова orange которое сразу же должно было броситься глаза сразу же то есть он он это должен понимать он это понимает но тут он как про не а про это не будем управлять так же самое тут так же самое тут он короче в теме но не развивает понятно опять же что готовится к 11 сентября ничего особо не произошло именно 11 все ждали не произошло они получается не так работают теперь ждем значит 16 сейчас 14 и потом 22 0 2 2022 вот рассказывает что и януковича в этот день скинули еще там ночью происходило такая нумерология но опять же смотрю один нумерологиями на час перестали делать именно совсем когда вот все ждут они уже перестали это делать так полиция хотя дело того что 8 помните война 2008 2008 2008 с грузией когда россия напала на грузию хотя сказал что наоборот но тем не менее и теперь кто там что они отобрали эту республику типа типа живут прекрасно хотя нет на самом деле что мы вообще разброты шатая туристов товара от постоянно но тем не менее ладно и вот теперь возможно такое же будет 20 сторону 0 2 2022 так что посмотрим посмотрим а реновация получается в москве сильные то есть всех будут загонять человеники конкретно причем с лишением прав получается на жилье крутой примере действий со структурами ну то есть он чужие видео в принципе что же тем же самым занимаюсь чужие видео плекует если они интересны если они важны и я понимаю подписчики много чего присылает нету подписчики еще не присылают практическая сам новости нахожу а если присылать то хрень какую-то обычне ну бывает да у меня есть конкретные которые присылают что-то ну обычные новости рубаврия не конспирологические обычные новости которые такие интересно из них что-то можно вытянуть номера логическое например но такое чтобы именно что важное присылали не было пару раз но как-то слабенько то есть у меня получается паблик нара есть он не просто так у него он по 200 неотвеченных сообщений начи него паблик нормальная которая много людей поэтому наполнение канала идет оттуда по сути конец иллюзиям плоская земля вопросов 16 ответов нормально он что плоскозем тоже теперь правда мол это это радует всем под казем что за хрень сыпется с вертолетов вот 50 на 1000 ну короче я понял меня паблик есть ссылка на паблик не нету ссылки на паблик не понял а там под каждым этим а грубо прогрузилась группа одноклассники а в одноклассниках у него группа vk есть короче надо подписаться посмотреть чем живет паблик а у него алтай исток еще канал и народный контроль понятно ну так же самое на меня подпишитесь на 2 мой канал чтобы я мог на него перейти когда там наберется достаточно людей там всего 2000 людей это мало пока а просмотра мало этого дублирую виде но все равно мало просмотров то есть туда надо людей больше чтоб я бог на него перейти хотя бы может он тоже стебу потому что с этим каналом уже все он расти не будет посмотрим не будет ну а схватит врать я буду продолжить продолжать следить если плоскозем и если он показывает химтрейлы это ну я за него тогда получается хотя много логично у него выходит но получается это сразу не работало потом заработал но я шестнадцатом году создал мая а он в семнадцатом год 103 ну пример у меня тоже должно было за это время столько набраться если мне шадал банк но так буду следить ну а тема и не знаю что вы думаете я все-таки пришел к выводу что вот эти вот вот эта постановка с карточкой с карточкой это отдельно а реновация отдельно понимаете то есть одно реновация одно просто карточка то есть надо смешивать эти вещи но пишите что думаете потому что а кстати в ю тубе тоже комментарии странно я вижу я отвечаю на комментарии и потом и не могу увидеть и прочитать то есть они тупо исчезают они мне не показываются вот что странно если с другого канала зайти их видно а у меня самому почему-то не видно вот вот о чем странсть как это так и бывает еще почему-то видео на которые уже ответил одобрил переходят в на проверке потом клацаешь на проверке типа одобрить и она помнит такой же что исчезает даже то есть youtube что-то мутит сильно причем